Музыка Мне очень приятно быть здесь, в этом здании. Я первый раз в своей жизни был в университете в 62-м году. Помню, как я был студентом второго курса на физтехе. Мы поехали в Нижний, зашли в университет и там провели несколько дней. А потом приехали в Казань. И помню, как нас поселили, как комитет комсомола поселил нас в вашем общежитии на красной позиции. Я надеюсь, что она еще существует. И мы увидели Казань. Она была, конечно, было видно после Москвы или Ташкента, Баку, было видно, что это очень бедный город тогда. Мне запомнилось это. И, конечно, когда сейчас приезжаешь в Баку, я в Баку очень давно не был, когда приезжаешь в Казань, то видишь, какая она теперь другая и насколько она похорошела после 90-го года. Так что здесь видишь чудеса, которые происходят. Ну, что произошло с Россией за эти годы. Я буду рассказывать про крупнейший наш сейчас проект. Первый главный проект России в астрофизике и главный проект Германии в астрофизике. Причем это национальная программа Германии. Они практически все деньги отдают в Европейское космическое агентство. Но вот здесь была договоренность с учеными, что Германия выделила деньги и создала громадный телескоп. Вот я покажу вам этот телескоп. Потом подробно расскажу о нем немного. И хочу сказать, что вот ваш университет сотрудничает с Саровым. И Саров впервые в нашей стране сделал рентгеновские зеркала косого падения. Вы, наверное, знаете, здесь физики большинство, что рентгеновские лучи, они прямо не отражаются, поглощаются просто в среде. А вот если у нас есть поверхность, которая отполирована для волн соответствующей длины, если она отполирована практически с точностью до размера атома, то до угла, до одной минуты, что-нибудь такое, если у вас под этим углом падает излучение, то оно может фокусироваться, может отражаться. А если у вас есть часть гиперболоида и часть параболоида, то вы фокусируете. Это был немецкий оптик, который в свое время предложил рентгеновский микроскоп. Микроскопы не пошли, а вот рентгеновские телескопы летают и дают удивительные данные. И лучший рентгеновский телескоп, который сейчас есть, он дает изображение неба с точностью с угловой. То я покажу изображение с точностью половины угловой секунды, чтобы вы себе представили. Это не каждый оптический телескоп может дать это в земных условиях. Так вот, такие телескопы есть. Мы пошли немного другим путем. Это жесткий телескоп вдобавок. И Саров с очень большим интересом отнесся к этому. Телескоп поставлен, уже все. Но оказалось, что все-таки первый блин полетят. Американцы тут же предложили свои зеркала. Мы сначала купили из семьи три зеркала. А потом американцы сказали, больше денег не берем. Мы хотим, чтобы хоть немного данных дали нам. Договорились, какую часть неба. Там будем обрабатывать совместно. Так вот, эти зеркала стоят. И этот телескоп полностью Саровский готов. Если у меня останется время, я боюсь, что оно не останется. Я вам расскажу о том, здесь есть несколько молодых людей. Я хочу сказать о том, как важно быть молодым. У меня, я в этом докладе не взял сегодня ночью фотографии. Я всегда показываю фотографию своего учителя. Трижды героя социалистического труда, академика Якова Борисовича Зельдовича. Человек, благодаря которому летают. Он первым сделал, объяснил, как должны летать твердотельные ракеты. Есть книга, написанная про то, по каким уравнениям надо делать эти твердотельные ракеты. И он читал большие курсы в МИФИ, который тогда назывался Московский механический институт. Потому что он занимался этими твердотельными ракетами для Катюш и для прочих маленьких ракет. Так вот, он был моим учителем. Времени у него не было. Но он приходил, и каждый день надо было что-то ему говорить новое. Жизнь была хорошая в этом плане, потому что спать не удавалось. Надо было что-то выдавать. Вот тогда удалось нам предложить идею. Если у меня останется время, я покажу. И сейчас вот на 5-километровой высоте, видите, строятся телескопы. Один Атакамо Космолыч телескоп работает, а здесь нет телескопа. Я покажу потом телескоп на южном полюсе Земли. Вот стоят телескопы, которые смотрят в субмиллиметровом диапазоне, в местах, которые самые плохие для жизни. Я знаю сейчас человек, наверное, 20 ребят, которые, чтобы наблюдать вот эффект Синяева-Льдовича, провели по одной ночи на южном полюсе. Я вот смотрю на вас на всех, и все сидят молча. И даже астрономы, видимо, забыли о том, что на южном полюсе Земли, как и на северном, ночь длится полгода. Понимаете, да, вот они по полгода сидят там и наблюдают. Потому что это самое хорошее время. И ужасно то, что в это время к ним никто не может прилететь. По той причине, мне все говорили, а как, почему самолеты? А раскладка простая, потому что снег выпадает, убрать нельзя, и самолеты, транспортная авиация сесть не может. Так, я пойду дальше. Я не завершил. Я сказал про Марата Равильевича Гельфанова, что он приедет сюда, и он будет здесь в Казани специально читать лекции, чтобы найти толковых, хороших ребят, которые бы могли тоже подключиться к этим задачам, чтобы они могли обрабатывать данные. И я скажу, что работа предстоит адская, и в России мы сейчас смотрим вокруг людей, которые могут это делать, которые имеют опыт работы с международными обсерваториями. Этих людей не так много. И Казань – одно из мест, где по меньшей мере от людей есть большой прок. Значит, это спутник. И вот вы видите два телескопа – «Ерозита» и «Артекс-Ц», «Артекс-Ц» российский, «Ерозита» немецкий телескоп. Ну и вот сейчас нам уже заменили этот фрегат СБ, другой нам дают сейчас бустер, который был сделан для полета советский, для освоения Луны в свое время. Значит, у нас была громадная ракета, вот для нее к «Протону» есть бустер, нам дают его к этому проекту, до этого проекта. Пойду дальше. Чтобы принимать данные, нужны гигантские антенны. Вот вы видите, будет работать с нами антенна в Медвежьих озерах 64 метра и 77-метровая антенна в Уссурийске. И хочу вам сказать, что это вот как будет видно, сколько часов в день, будет видно точку Л2, с территории России, России на севере, было бы лучше, если бы наши антенны стояли на экваторе, но тем не менее, что есть. И это вот Уссурийск. Как вы знаете, Уссурийск, он южнее, чем Москва, поэтому здесь достаточно интересно, как что делать. Оказывается, даже Байкал, Бурятия уже лучше, она южнее, и Зеленчук лучше. В общем, у нас есть свои южные места, и есть антенны, но только 30-метровые. Вот вы видите, что этот запуск будет в 2018 году, мы надеемся. Значит, нам дают сейчас протон и дают вот этот бустер-ДМ, разгонный блок, который нас прямым образом доставит в точку Л2. Вот она, точка Л2, где-то здесь. Вот вы видите, от 150 миллионов километров у нас до Солнца, а от Земли до точки Л2 у нас расстояние полтора миллиона километров. Это точка, где притяжение к Земле и к Солнцу и центробежные силы, они сравниваются. Значит, у вас, если вы посмотрите на задачу, приливную задачу, которую когда-то, по-моему, ее сделали даже до Лагранжа, а может, после. Этим занимался, я знаю, очень много внук Дарвина, приливными задачами в астрономии. Но в основном он занимался звездами, звездными системами двойными. Ну, в общем, вот мы будем в этой точке сидеть, и там будем ходить по орбите сейчас. Группа большая во главе с Натаном Андреевичем Эйсмантом, они считают в ЭКИ, как сделать лучи, как полет сделать лучи, как сделать, чтобы радиус был меньше. Когда я был совсем молодой, с Тимуром Магомедовичем Эйнеевым много обсуждали это, и я тогда думал, что в этой точке Л-2, в точке либрации, будет много кирпичей, и они, значит, спутнику, ну, будут ломать спутник. Кирпич, значит, пролетит мимо, и все. Оказалось, вот когда экспериментально померили, ну, туда запустили спутник, в общем, кирпичей там нет, они ходят, ходят, а потом, значит, неустойчивая ситуация, они уходят из этой точки, которая имеет размеры, у нас эта орбита будет 600 тысяч километров в диаметре, такая громадная орбита. И мы надеемся, что кирпичи мы там не встретим. Но и спутник уходит, эта орбита неустойчивая, поэтому все время надо иметь некоторое топливо, давать импульс и возвращаться назад. Так что везем еще с собой некоторое количество топлива. Три месяца мы полетим в точку L2, и хочу вам сказать, что вот первое, что мы сделаем, будет performance verification. Это мы проведем наблюдение отдельных объектов на небе, у нас громадные споры, что наблюдать, чтобы показать, что действительно приборы такие хорошие, как они рекламируются, теми, кто эти приборы сделали, и как показывают калибровки. Это будет большая работа, настоящее, и мы просто увидим в реальном эксперименте, что может сделать спутник. Это будет сделано после калибровок в течение первых трех месяцев. Потом за четыре года мы сделаем восемь полных обзоров неба. Нам нужно, ну, знаете, спутник будет, I follow the sun, он будет за полгода осматривать все небо, и за четыре года мы осмотрим небо восемь раз. Там есть причина, почему мы это делаем. И потом мы надеемся, что аппаратура будет достаточно долго живущая, и у нас будет по меньшей мере три года для того, чтобы самые интересные объекты, которые мы откроем, чтобы мы могли их уже наблюдать долго. После этого. Вот такая идея. И у нас будет замечательная вещь, есть северный полюс эклиптики, южный полюс эклиптики. В этих двух точках сканы пересекаются, и у нас время вот везде, в среднем все небо, мы осмотрим вот в какой-нибудь такой точке, у нас время будет наблюдения там две тысячи, три тысячи секунд. Меньше, ну, вы понимаете сами, это ничтожное время просто. И это приборы настолько чувствительные, что будут видеть много, а вот в этой точке будет там может быть 50 или 70 тысяч секунд. Это очень много, потому что источники будут налагаться друг на друга, эффект путаницы, confusion noise, и, значит, мы будем, так сказать, менять орбиту немножко, чтобы там не превышать 15 тысяч секунд наблюдений в каждой такой точке. Вот это замечательный спутник, замечательный прибор, который сделала Германия. Вы видите здесь, ну, я покажу потом размеры, у нас имеется 7 телескопов рентгеновских косовопадений, они сделаны сейчас, полная фокальная длина 1,6 метра, в итоге окончательный вес 830 килограмм у прибора, поставлены уже сейчас, вот месяц назад примерно поставлены звездные датчики французские на него, ну, Россия купила их, поставила, чтобы наводить не спутник платформу, а наводить телескоп, потому что это куда важнее для нас, как телескоп наведен, а не то, куда смотрит спутник. Вот, и, значит, здесь вот стоят 7 одинаковых ПЗС-матриц, я вам покажу, это детекторы. И вот что важно, важно то, что это уникально для рентгеновских приборов, мы сможем наблюдать сразу один квадратный градус на небе. Это очень много. На небе 44 тысячи квадратных градусов, но вот один градус, мы, так сказать, будем каждый раз в поле зрения будет один квадратный градус. И угловое разрешение 15 угловых секунд на оси. Ну, среднее 23-25 угловых секунд. Ну, вы сами видите, сколько элементов разрешения, значит, в одном градусе 60 минут, и там, значит, получается 4 элемента разрешения. Поэтому вот какая матрица нам нужна, чтобы видеть все это достаточно хорошо. И прибор будет чувствителен в диапазоне энергии рентгеновских лучей от 0,3 до 100 кФ. Сейчас мы видим, что он чувствителен почти от 150 электрон-вольт. Это очень хороший прибор, и мало кто имеет такие результаты. Это я вот вам показываю уже летные приборы, но это стоят сверху специально, здесь магнитные, я даже не знаю, как по-русски сказать. То есть, когда это зеркало, почему этим еще занимается Саров? Эти зеркала очень хорошо фокусируют нейтроны, очень хорошо фокусируют любые космические лучи малых энергий. То есть у вас летит, например, 20- или 5-мевный протон, и он вот этими зеркалами фокусируется и приходит на ту же матрицу, и поэтому у нас просто будет фон, который нам не нужен. Поэтому здесь поставлены магнитные дефлекторы, которые заряженные частицы типа протонов и электронов уводят в сторону, чтобы они не фокусировались, чтобы они не облучали детектор. И вот 7 телескопов. Вообще выглядит, когда вы видите это в лаборатории, в чистых комнатах, это производит колоссальное впечатление, потому что этот размер, этот расстояние больше, чем я. Намного. Причем заметно. Вот вы видите другую сторону. Но это вот 7 ПЗС-матриц стоят. Видите, здесь они, все считывающие устройства и так далее. ПЗС-матрицы, конечно, смотрят в ту сторону, а здесь вот считывают. Это очень-очень здорово. И сейчас это лаборатория полупорняков Макса Планка в Мюнхене сделала эти детекторы. Эти детекторы в своем классе лучшие в мире. А вот уже почти готовый телескоп для окончательной сборки. Вы видите, как они стоят, еще будут крышки. Это производит впечатление. И эти вот люди... Вот я обещал показать вам ПЗС-матрицу. Вот она такая. Это редаут считывание здесь. Это все проверено, работает потрясающе хорошо. Ну, а зачем это все надо? Вот я вам хочу сказать, что мы очень хорошо сейчас как будто бы знаем космологию. И из наблюдений реликтового излучения по тому, как эволюционировала наша Вселенная, мы знаем очень хорошо, чем уравняется средняя плотность бариона во Вселенной. Сколько их, например, бариона в кубическом мегапарсеке. И ужасная вещь такая, что если мы пересчитаем все галактики, весь газ, который мы видим, получается, что мы видим меньше половины барионов. И уж я не говорю о том, что барионы всего 4% всего вещества во Вселенной. И даже этих барионов мы видим меньше половины. Вот основная идея, она была в свое время высказана Ченом Ранчаем, Ченом и Джерри Астрайкером еще в 1999 году, что это газ температуры 10,5-10,6 Кельвина, который очень трудно увидеть, он горячий, и вот когда возникают уже нелинейные, когда возмущения плотности во Вселенной становятся нелинейными, но еще не образовались большие объекты, то мы видим очень много как бы филаментов и ударных волн, и они вот излучают примерно с такой температурой. Увидеть это очень тяжело. Мы надеемся, что мы сможем увидеть вот эту вот вещь, все эти пересечения газовых струй, ударные волны там, как они излучают в рентгеновских лучах. Ну, для совсем астрономов, почему-то очень многие классические астрономы любят, хотят узнать сначала про звезды. Вот я вам могу сказать, что все знают, что наше Солнце очень яркий рентгеновский источник, потому что есть корона с температурой там 2-3 миллиона градусов Кельвина, есть вспышки, когда температура достигает десятков миллионов градусов Кельвина и сотен миллионов градусов Кельвина. Ну вот мы надеемся, что мы увидим полмиллиона, может быть, 700 тысяч рентгеновских звезд. И это будут холодные звезды, видите, позднего класса А и раннего М, у которых большая магнитная активность, очень большая конвекция и, как следствие, короны. И поэтому в оптическом диапазоне, например, эти звезды излучают, может быть, примерно столько же, сколько в рентгене. Основная энергия уходит в инфракрасных лучах. Кроме этого, простите, кроме этого, есть и горячие звезды. Истечение идет со скоростями в тысячи километрах в секунду. И когда пересекаются вот эти два звездных ветра от двух звезд, например, возникают мощные ударные волды, тоже можно видеть рентген оттуда. И очень много переменных звезд тоже излучают в рентгеновских лучах. Это вот видно, какие звезды мы увидим на расстоянии только 10 парсек, а какие вот типа звезды знаменитой, которая видна невооруженным глазом в Орионе, ее можно увидеть, можно будет увидеть, на расстоянии есть такие и есть, на расстоянии 30 килопарсек в нашей галактике. Это, в общем, очень здорово, и я думаю, что очень важно, чтобы люди, которые занимаются эволюцией, я знаю, что Казань очень много занимается вот такими вот звездами горячими. Это была, по-моему, ваша докторская, да, Наиль? Во, соглашается. Так что вот эти звезды можно, мы надеемся, что их можно будет наблюдать и очень многое знать. Ну, и вы знаете Георгена Шмидта в Гамбургском университете. Я только что летал на один день, там выступал, на их собрании немецком. И хочу сказать, что там вот звездники очень много работают сейчас. Почему Ярозита вот эта, она уникальна? Вот сейчас на небе есть, он летает, рентгеновский спутник XMM-Ньютон. Я уже говорил, наверное, о нем. Вот он. Это его эффективная площадь. А Ярозита, она вот красная. Видите здесь? И видите, что она такая же, как XMM-Ньютон. XMM-Ньютон, я не знаю, это 8-метровая фокальная длина. Это громадный проект Европы, который уже лет 15 летает. Это вот немецкий спутник Росат. Видите, вот он. Тоже, который сделал первый обзор неба, но он раз 30 менее чувствительный, чем Ярозита сейчас. Мы надеемся. Главное для нас другое. Чтобы делать обзор неба, вам нужно не только иметь площадь детекторов хорошую, что хорошая чувствительность, а нужно, чтобы вы делали обзор неба быстро, то есть нужно иметь большое поле зрения. И вот Ярозита, она имеет очень большое поле зрения. Видите, вот она какая. А вот где XMM-Ньютон. И XMM-Ньютон делает обзор неба. Вот наша лучшая энергия 2 кэва здесь. Делает примерно на порядок медленнее. Росат тоже делал. Все гораздо медленнее. Поэтому это уникальный прибор. Ну вот это симуляция, это обзор неба XMM-ом. Но XMM-Ньютон смог отнаблюдать в сумме 100 квадратных градусов за всю историю глубоко. Росат, видите, насколько менее чувствительным. Это вот то, что мы ожидаем здесь. Это будет уникальная совершенно карта. В любом месте мы будем видеть очень много источников. Это вот прибор, который задуман в ИКИ Мишей Павлинским, моим бывшим студентом и аспирантом, а теперь замдиректора МИКИ. Вот Миша Павлинский и его группа, они продумали, как сделать этот телескоп. И потом Саров согласился его сделать. Вот вы видите, он сделан. Тоже 7 зеркал. Но он очень жесткий. Он работает от 5 до 30 кэв. Поле зрения меньше, угловое разрешение меньше, но энергия до 30 практически кэв. Это очень серьезно. Вот вы видите, Ярозита будет работать. Ярозита будет лучше до энергии порядка 5 кэв. А потом будет Арт-Эксц работать. Это вот лучшее, что сделала Америка сегодня с помощью Европы, с помощью Дании. Это спутник НУСТАР. Он летает. Спутник для ядерной спектроскопии. И вот вы видите, он несколько раз лучше, чем то, что первая попытка Сарова. Пойдем дальше. Теперь я перейду на то, как мы делаем, как можно увидеть, почему мы видим сейчас черные дыры. А черные дыры мы видим потому, что вещество, которое падает на черную дыру, у меня где-то был фильм, я уже не помню где, я его показывал сейчас, и он очень динамичен. Это вот так вот у вас крутится вещество, вещество падает на черную дыру, и оно, если имеет какой-то угловой момент, оно не может упасть прямо на черную дыру, так же, как Земля не падает на Солнце, а вращается. Половина энергии уходит в кеплерское вращение все время. И вот у вас это вращается, и из-за того, что здесь есть вязкость, магнитная вязкость, или турбулентная вязкость, вы начинаете медленно отводить момент угловой, и вещество продвигается к черной дыре. Но при этом, если у вас есть вязкое трение, вы нагреваете поверхность и начинаете очень ярко светить. Вот если черная дыра имеет массу там 20, 30, 10 солнечных масс, почти все излучение уходит в рентгене. Если миллионы солнечных масс, то основное излучение уходит в ультрафиолете, а для квазаров миллиардами солнечных масс излучение уходит в оптике, и мы видим эти объекты. Но много рентгена при этом. А вот здесь в центре, где вы уж совсем проваливаетесь, вот магнитное поле играет колоссальную роль, и здесь релятивистские джеты наблюдаются, как пестиции релятивистские вылетают и производят радиоизлучение. Вот такая вот замечательная картина сегодня наблюдается. И мы вот с Колей Шакокурой получили недавно государственную премию за работу, которую мы сделали 45 лет. Это вот было, ну, все уравнения были расписаны, было показано, как выделяются энергии, как эти черные дыры должны светить. Эта работа была сделана в 1972 году, когда мы были совсем молодыми. Ну, что сейчас? Вот сейчас я вам могу сказать, что мы ожидаем, что мы откроем 3 миллиона таких сверхмассивных черных дыр. Никто не может сказать, это может быть 2,5 миллиона, может быть 4 миллиона, это мы узнаем. Но порядок величины 3 миллиона. И вот я сразу говорю, здесь есть молодые люди, нужны люди, которые на каждую эту черную дыру посмотрят, скажут, какое у нее красное смещение, как она себя ведет, вот в рентгене есть точка, как она себя ведет в оптике и так далее. Это вот очень важная задача, и для этого нужно много людей. И я хотел это сказать, и думаю, что это как раз важно, чтобы это было записано для университета. Вам я могу сказать, что мы поделили небо, я потом покажу пополам. Половина неба немецкое, половина неба российское. С одной стороны, очень хорошо, а с другой стороны, я страшно боюсь. Я говорил вам, что было в Гамбурге, было собрание немецкого консорциума, консорциума, и там сидело 60 или 70 человек. 60 или 70 человек, которые работают над этим, например, аспиранты, постдоки, они знают, что эта работа, они учатся. А у нас по всей стране мы можем набрать, может быть, 10-15 человек экстракласса, которые что-то могут делать сами. Вот перед нами стоит задача, как за год оставшийся, как мы кого-то научим, что-то сделаем. И это очень важно, вот для этого приедет Марат, он будет говорить, если кто-то есть сильный, если кто-то интересуется, давайте попробуем. Может быть, вы сможете это делать в Казани. Здесь много вещей, у меня нет времени рассказывать. Замечательные вещи, тоже, что мы когда-то предложили Зельдовичам, что галактики на небе расположены неравномерно, а они, так сказать, концентрируются в какие-то вещи. Если разложить фурье, то у вас получится, что вот фурье разложений в спектре мощности, у вас получатся вот такие вот барионные акустические осцилляции. Сейчас это люди видят в оптических данных, на громадных сэмплах, где люди используют сотни тысяч объектов. Вот я хочу сказать, что эти 3 миллиона сверхмассивных черных дыр, вот Марат и его коллеги, они сделали эту работу, они показали, что вот примерно по всему небу будет на 10 стандартных отклонений вот будет зафиксировано, что эти черные... Если модель такая, как мы понимаем, будут эти 10 сигма. Если модель не такая, если получится 5 сигма, что-то плохо с моделью или с данными. Понимаете, да? Если получится все хорошо, то значит еще лучше, значит мы сможем уточнить модель. Это вот то, что он показывает. Но для этого нужно, чтобы красное смещение каждой черной дыры мы знали с точностью 5%. И вот это... Тут мы придем и будем кланяться к эльфану. Вот сейчас я хочу... Там у меня остались деньги, какие-то, которые я могу тратить как угодно в Германии. Я хочу купить хорошую ПЗС-матриту с хорошим откликом в инфракрасных лучах. Вот отбираем это вместе с эльфаном и наилем Абдулчим, чтобы поставить на полутораметровый телескоп и чтобы вот эти наблюдения, которые у нас есть, чтобы они были еще более эффективными. Я надеюсь, ну, я понимаю, что Казань не может сама купить сейчас. Ну, деньги-то небольшие, там какие-то 70 тысяч евро. Но, тем не менее, надо, чтобы вот такой прибор можно поставить. Этот прибор хороший. Он почти серийный, но очень хороший, с хорошим инфракрасным откликом. Марат об этом расскажет. Вот вы запомните, я сегодня много говорю. Вот Марат, он работает вместе с Эльфаном Фаридовичем сейчас. Он казанец, родился здесь, здесь кончил школу. И член-корреспондент Российской Академии Наук, и профессор Амстердамского университета, так далее, так далее. Вот надо этих людей брать за шкирку, привозить сюда, и чтобы они работали с Казанским университетом и поднимали уровень. Ко мне уже девушка, которая брала интервью, она меня спросила, как насчет цитейшн. Я хочу сказать, что цитейшн – это ничто. Нужны результаты. Если будут результаты, то будет и цитейшн. Я еще об этом скажу дополнительно. Ну и будет много-много чего. Мы надеемся, вот я хочу сказать сразу, мы будем наблюдать диффузное рентгеновское излучение горячего газа в Млечном Пути. И главное, мы будем наблюдать, мы надеемся наблюдать, где наш, вы знаете, что Солнце испускает солнечный ветер. И этот солнечный ветер летит со скоростями там 400-500 км в секунду. И где-то он сталкивается с межзвездной средой. Там стоит ударная волна. В этой ударной волне идет перезарядка. Есть замечательный процесс, когда два иона, и электрон с одного иона перескакивает на другой, и при этом излучает фотон. И вот мы надеемся это видеть, увидеть куда, где скорость там больше, где меньше, как движется вокруг межзвездная среда вокруг нас. Мы надеемся увидеть, как планеты переизлучают вспышки на Солнце. Вот на Солнце мощная вспышка. Это рентгеновское излучение облучает атмосферу планет. И, значит, тоже можно смотреть, что при этом происходит. Много-много чего. Ну, очень важна переменность. Вот мы будем ходить и вот так вот сканировать все небо. Как это делали до нас спутник Планк, вот это вот спутник WMAP. Это замечательные космологические спутники, которые наблюдают небо в радио и миллиметровых лучах. Что для нас важно? Это то, что наш спутник будет вращаться со скоростью, с периодом 4 часа и будет 6 раз покрывать каждую полоску на небе. Вот во время одного скана. Значит, через 4 часа 6 точек для любого источника мы будем ставить. Такая интенсивность у него была. Затем наша главная ось повернется на градус, потому что Солнце ушло за это время на градус. Ну, действительно, мы будем двигаться медленно на 1 градус. Following the sun. Я уже ссылался на знаменитую песню Бетлов. И через полгода у нас будет осмотрено все небо. А мы хотим сканировать еще 4 раза, после чего каждая точка у нас будет просмотрена, значит, 48 раз. Мы будем иметь 48 точек, но уже эти точки будут разбросаны через полгода. И мы будем следить за переменностью всего этого количества черных дыр. И вы спросите, а зачем вам это надо? Я не буду это говорить, а надо вот что. Вот сколько теоретики ожидают, что вот такое вот количество источников, вспыхивающие звезды, карликовые новые, рентгеновские двойные, классические новые, сверхсветящиеся рентгеновские источники, сверхновые разных типов, меня спрашивал ваш проректор. Мы будем их видеть много, мы надеемся. После свечения рентгеновских гаммов-сплесков, черные дыры, ядра активных галактик, и самое главное, это когда у вас мимо черной дыры пролетает звезда близко, так, что прилив катастрофический, звезду разрывает. И вот когда звезду разрывает, вещество падает на сверхмассивную черную дыру, она кушает много, и источник, которого почти не было видно, становится в тысячу раз, например, ярче. И он яркий две недели, зависит от массы черной дыры, полгода, и потом опять исчезает. И вот мы сможем за этим смотреть, и вот наш просто замечательный аспирант, и сейчас уже постдок он в Германии теперь, у нас был аспирант в ИКИ, это Ильдар Хабибуллин из маленького городка Башкирии, нефтяного городка. Вот он, у него сейчас 15 статей, и эти статьи и цитируются, и все, Ильдара зовут везде выступать. И вот он такой, он был мальчик, который всего боялся, так сказать, как нормальный мальчик из маленького местечка. Сейчас Ильдар вот так вот распрягнет плечи, и всем говорит, извините, мне кажется, у вас там ошибка. Это производит большое впечатление, его знают везде. Вот я надеюсь, что какое-то количество Хабибуллиных еще приедет к нам, не только из Башкирии, но и из Татарстана тоже. Вот что Ильдар посчитал? Он думает, что за 4 года мы увидим тысячи случаев, когда черные дыры, звезды будут разрываться проливным образом, пролетая вот мимо черных дыр. И это вообще замечательная вещь. Я вам хочу сказать, что человек 15 уже проверил его расчеты, и все с ним соглашаются. Поэтому это уникальная вещь. И, конечно, вы должны посадить людей, потому что это можно будет смотреть в оптике сразу, после. В оптике увидеть это очень трудно, а в рентгене легче заметить. Теперь я перехожу на скопление галактик. Одно из основных объектов, которыми много занимаемся сейчас, здесь вот с помощью полутораметрового телескопа. Казанская группа этим занимается много. Это замечательные объекты. Это самые массивные, гравитационно связанные по-настоящему объекты во Вселенной. Их много. И поэтому, как вам сказать, эти объекты, я дальше покажу, наверное, по-английски здесь написано, будет легче перевести. Люди знают про эти объекты очень давно, и они замечательные, потому что у вас в одном месте имеются, вот просто в одном месте, тысячи галактик. Такие как наши, раз в 10 слабее, меньше, раз в 100 меньше, некоторые побольше. И вот они летают в общей гравитационной яме со скоростями тысячи, полторы тысячи, две тысячи километров в секунду. Страшные скорости. И вот они летают, это меряется, и вокруг все пространство, вся эта гравитационная яма заполнена горячим межгалактическим газом с температурой 3,10 кФ, это значит 30 миллионов градусов и 100 миллионов градусов Кельвина. Та температура, о которой мы мечтаем, что она будет на Земле работать в токомаках. Здесь плазма такая разреженная, что ядерные реакции не идут, но газ этот мы видим. А дальше вы посмотрите, что еще. Вот вы видите эти вещи. Вот здесь вот. Сейчас еще, я покажу вам. Вот еще есть. Это гравитационно-линзированные объекты. О, посмотрите, прямо это вот. Вот еще одна линза. Это линзы Эйнштейна. Эйнштейн был не первый, кто придумал это, придумал первым, указал, что будут такие линзы. Хвольсон, профессор в России, выдавленный. Кто преподает, знает, что у него был в свое время учебник физики, который, конечно, бесконечно устарел. Вот Хвольсон написал об этом за пять лет до Эйнштейна и правильно написал радиус Эйнштейновской этой гравитационной линзы, что будет после линзирования. Но потом написал то же самое Эйнштейн, хотя после этого теперь мы все говорим, что это Эйнштейновская и ура. Так вот, вы видите здесь, сколько гравитационных линз. Вот любая из этих гравитационных линз, это галактика, которая, например, находится на красном смещении И-5, и она усилена сначала гравитационным линзированием гигантского гравитационного поля скопления галактик, а потом ее снимает Хаббловский телескоп и усиливает еще раз. И мы можем увидеть самые далекие объекты, потому что они усилены дважды. Это сейчас замечательный метод. Вот практически каждое скопление, которое мы открываем, в нем есть, мы ищем сильные гравитационные линзы, мы видим эти гравитационные линзирования. Это вот в нашем институте было сделано в Германии, Фолькер Шпрингель посчитал в свое время, он сейчас у нас будет директором, еще одним директором. Это было сделано лет 12 назад, тогда это было рекордное количество частиц. На самом большом, тогда третий в мире это был суперкомпьютер, самый большой в Германии, вот они взяли и месяца полтора считали. И вот вы видите, это один гигапарсек расстояние, и вот вы видите здесь, наверное, структуру. Это называется космической паутиной. Действительно, это не вся Вселенная, а это тоненький срез Вселенной, знаете, как ломтик колбасы, который почти, ну, хороший салями, который почти прозрачен. Вот это тоже, и тогда вы видите вот такую вот картину, и в узлах, вот в узлах этой космической паутины везде сидят скопления галактик. Вот я вам покажу сейчас. Вот вы видите, в каждом узле космической паутины сидит вот такое скопление галактики, по филаментам туда притекает вещество, и вот здесь стоят ударные волны, и сейчас мы пытаемся эти ударные волны разглядеть по-настоящему и понять, что и как. Вы видите, как это дело делается, и вот таких объектов во Вселенной, в наблюдаемой Вселенной, примерно 150 тысяч. Никто не знает. 110, может быть, 200, но порядок величины 10 в пятый. Вот мы посчитаем их все. Мы откроем все скопления галактик, которые есть вдали от плоскости галактики. Плоскость галактики мешает. И хочу вам сказать, это вообще мне вся эта задача напоминает капитана Кука, как он гонялся за последним островом, еще не открытым, в Тихом океане. Вот мы будем также искать, а где еще есть скопление галактик, которое мы не увидели, массивное. Ой, это я правильно делаю? Правильно. Вот вы видите, чем наша машина хороша. Вот скопление галактик на красном смещении 6 сотых. Вот оно, 100 кП размер, видите здесь. И это 30 наблюдений долгих телескопом Чандра, названным в честь замечательного астрофизика-теоретика Чандра-Закара, и разрешение его угловое 0,5 угловой секунды. Я вам говорил. И вот вы видите, Алеша Вихлинин получил эту картину. Картинку – это один из лучших снимков периферии скопления галактик. Это вот часть очень яркая. А вот вы видите, все это еще скопление. Вот здесь это оверденсити. Здесь есть люди, которые понимают космологию, знают теорию, ну, преподают на кафедре теории относительности. Оверденсити – это значит, что у вас есть средняя плотность во Вселенной, а здесь вы собрали вещество, что оно в 500 раз более плотное. А вот здесь плотность только в 200 раз больше. Это практически граница, мы где что-то видим. Там вот где-то здесь вот проходит в реальный радиус. Это Алеша хотел сделать, тоже наш бывший аспирант. Сейчас он практически во главе отделения астрофизики высохих энергий в городском и смеценианском центре астрофизики в Бостоне. А это Женя Чуразов, член Корр Российской Академии Наук. Он сделал картинку, что увидит Ярозита за одно наведение и за 80 килосекунд вместо 2 миллионов. И этот телескоп стоит 3 миллиарда долларов, а наш телескоп стоит примерно 200 миллионов евро. Причем страшно подешевевших, потому что эти 3 миллиарда были лет 15 назад. За это время доллар тоже уменьшился. И вот вы видите здесь, вы видите здесь эту картинку, и вот вы увидите все, и центральную часть, и вот как здесь вот идет группа источников точных, и здесь идет очень много аналогов. Это здорово. И вот еще Женя подготовил для меня картинку. Я не буду рассказывать, как можно измерять космологию здесь, но вот вы берете две... Причина, почему мы должны исследовать космологию, эти скопления галактик нам помогают, это потому, что вот у вас есть количество скоплений в одном мегапарсеке в кубе. При красном смещении ноль, вблизи нас. Вот их сколько, видите. Это если... Здесь масса. 10-13, 10-14, 10-15, масса Солнца темного вещества. И это вот красное смещение 0,4, и это 0,5, и это красное смещение 1,4. И вы видите, раньше их было меньше, 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 и их число растет. Это мы видим их в детском саду, в школе, и вот они взрослые. И можно посмотреть, как растут возмущения во Вселенной, можно найти все параметры Вселенной только по этим данным. Это вот уникальная вещь, люди наблюдают, там есть небольшие расхождения с другими методами, но это удивительно, мы надеемся здесь получить даже ограничение на уравнение состояния темной энергии, вот получая такие подсчеты глубокие. Увидим ли мы все скопления на свете? Вот вы видите, что мы можем увидеть. Если... Да, чтобы увидеть в действительности Алеши, Вихлинин, Жень, Чуразов, они могут выделять скопления и показывать, что это скопление галактика, если всего 10 рентгеновских фотонов приходит. Ну вот видите, мы говорим, пусть будет 50, тогда мы его фиксируем, а 1000 скоплений мы сами измеряем, 1000 отсчетов мы сами измеряем красное смещение по рентгеновским данным, наблюдая линию гелиоподобного железа, когда у железа всего 2 электрона. Вот. И вот вы видите, здесь есть ли это красное смещение. На красном смещении, до красного смещения тройка, с массой 10-14 мы увидим 80 тысяч скоплений, это 40% всего, что есть на небе. С массой 3 на 10-14, масса солнца, темного вещества, до красного смещения двойка, мы увидим 8 тысяч, 100%. Если 10-15, вообще все на небе увидим при любом красном смещении. Поэтому мы думаем, что увидим все скопления. И много замечательной физики. Ударные волны, пузыри внутри, заполненные космическими лучами. Плазменная физика в экстремальных условиях низкой плотности и в горячей плазме. Физика высокозарядных ионов. Очень-очень много интересных вещей. Но теперь, если мне разрешат еще минут 10-15 говорить, я скажу вам вот про то, что мы когда-то с Зельдовичем предложили, когда я был аспирантом. Прежде всего, есть теорема о том, что адиабатическое расширение Вселенной сохраняет спектр реликтового излучения, который установлен в раннее время. Например, во время электронно-позитронной аннигиляции во Вселенной. И вот этот спутник Коби, он померил эту температуру, это Нобелевская премия. температура реликтового излучения 2,725 миликельвинов, плюс-минус 1 миликель. Вот за это дали Нобелевскую премию Джону Мазеру. Это замечательный результат, но это было 25 лет, даже 26 лет назад. С тех пор произошел громадный прогресс технологий экспериментов, и последние лет 10 я приставал к Джону и говорил, если бы Джон тебе дали деньги, насколько лучший прибор ты бы сделал? И вот Джон все отказывался мне говорить, а потом была в Венеции конференция, он сказал, Рашид, мы можем сделать, мне никто не даст денег, но я могу сделать прибор, который будет сто раз чувствительнее. Сейчас они обещают мне, и написали Пикси про позу, что они сделают тысячу раз более чувствительный детектор. И тогда можно будет смотреть малейшие отклонения от спектра черного тела, которое предсказывает теория. Здесь и Базейнштейновские спектры, и так называемые Y-Distortions. Я об этом расскажу как-нибудь в другой раз, но особенно интересно, когда у нас есть горячий газ, и когда этот горячий газ окружен со всех сторон реликтовым излучением. Что мы увидим? Вот здесь имеется не только газ, а это вот скопление галактик в коме, температура 9, это значит, 9 кэф, ну, скажем так, что это 100 миллионов градусов температура, вот XMM-Ньютон смотрит, но электронная плотность ничтожна. В 30 кубических сантиметрах один электрон. Это ничтожная плотность. И вот мы видим, но зато темного вещества, там 10-15 масс Солнца. Вот посмотрим, что будет. Ну, я сейчас покажу только один эффект. Эффект очень простой, это потом уже мы сделали. Если у меня есть лазерная линия, и я лазерную линию пропускаю через газ с температурой 5,1 кэфа, как у меня меняется линия после обычного Томпсоновского растения, как меняется ее спектр из-за допплер-эффекта. Вот спектр оказывается вот таким, и вы видите, что правое крыло из-за эффектов второго порядка сдвигает у правого крыла мощнее, чем левое. Это значит, что богатые электроны, у которых энергия гигантская, 5,1 кэфа, отдают реликтовым фотонов, энергия которых 10 минус 4 электрон вольта, свою энергию и искажают спектр. Если я сделаю то же самое, вот у меня черно-тельное, черное тело, спектр, и поделю ее на лазерные линии. И вот каждая лазерная линия сдвинется, и спектр получается вот такой. Вы видите здесь, и вот у вас в роли джинсовской части спектра, в низкоэнергетичной энергетичной у вас падает интенсивность, а виновской растет. Это вот было наше предсказание тогда с Зельдовичем. Я просто всегда рассказываю молодой аудитории, правда, сегодня здесь не только молодые, но скажу еще раз для молодых. Я помню, я выступал в Фиане, я был совсем, ну, молокосос, рассказывал это, и человек седой, с седыми волосами встал и сказал, молодой человек, я преподаю термодинамику и статистическую физику 30 лет, и все, что вы говорите, это чушь, потому что есть закон Киргофа, и температура не может падать в направлении на горячее тело. Это знают все. Только вы этого не знаете. Я стал говорить, что Киргоф, это значит излучение настоящее, и поглощение настоящее, а здесь только рассеяние, и вот это совсем другое. Этот человек кричал мне, нет, а я еще сказал, что этот эффект не зависит от красного смещения. Тут три астронома сказали, все зависит от красного смещения, а у него ничего не зависит от красного смещения. В общем, я уже не знал, что делать. И в этот момент там, в конце большого зала появляется Зеледович от своего зубного врача, заходит и произносит, только начинает говорить, а Рашид-то прав, и тут немедленно все начинают кивать головой. Вот тут я вспомнил, знаете, у Наполеона есть много замечательных фраз, есть там побеждают большие батальоны, но еще он говорил, что всегда хорошо, когда с тобой стоит тяжелая артиллерия. Вот я это тоже понял, что значит, когда есть мощный шеф, которому даже не надо доказывать, если он сказал прав, да, то значит все правильно, понимаете. Вот такая вот штука была, и все было хорошо, значит, было предсказано, что если вы находите вот в радиодиапазоне или миллиметровом диапазоне вот здесь скопление галактики с горячим газом, у вас должно быть вот такая тень, понижение яркости в любой, ну в этой точке неба. И вот я вам могу сказать, запустили планк, спутник, и вот спутник планк видит это. Вот здесь специально они сделали семь диапазонов, я им выбирал эти диапазоны, они сделали фильтры, и вот вы видите, вот на здесь частоты 44 гигагерца, 70 гигагерц, это 100 гигагерц, 143 гигагерца, везде источник отрицательный. На 217 гигагерцах у вас эффект должен быть равен нулю, и он действительно равен нулю. А потом вот на 343, 3 и на 500 гигагерцах эффект положительный. И планк видит это сейчас в тысячах объектов на небе. Я вот сейчас вам покажу. Это вот карта планка, сейчас 1200 объектов, вот эти скопления галактик, которые видит планк. Многие открыты впервые, на всем небе. Один спутник открыл. И это потрясающе, это есть, и у него еще тысячи кандидатов, которые люди будут подтверждать. Да, а это вот еще более замечательная картинка. Я вот показываю вам лучший в мире радиоинтерферометр, который есть. Это радиоинтерферометр Альма, который стоит на 5-километровой высоте, на него не хватило денег, у Америки не хватило денег, у Европы, Япония просоединилась, Тайвань наконец построили. И вот стоит 64 антенны, вы видите здесь, на гигантском плато, 50 километров, из-за того, что они работают, до одного терагерца там. Из-за этого получается, 50 километров, это больше, чем вы на орбите находитесь, все равно, но наблюдаете там на 21 сантиметре, а здесь на терагерце, вы представляете, в общем, у вас все совершенно по-другому. То есть 1 гигагерц вы сравниваете с 1,4 гигагерца с терагерцем. Проигрывается все немедленно, это лучшее угловое разрешение. И вот этот телескоп, он сейчас подряд смотрит на наш эффект скопления галактик. Вот черная часть, это тень на небе, которую они введут в направлении, где есть скопление галактик. Вы видите, да? А потом они навели Хаббл туда. Вот это вот телескоп имени Хаббла. И вот Хаббл увидел вот все эти галактики. И вот вы видите, я вам говорил, вот вам Эйнштейдерские линзы. Вы видите их, да? Это вот сразу как начинается наука и как можно много делать после этого. А началось все, что вот этот вот спутник Росат открыл этот объект в рентгеновских лучах. И вот сейчас разные инструменты могут делать совершенные чудеса. И вам я могу сказать, что когда мне люди ставят вопрос, цитейшн сколько? Какие цитейшн? Это сказка. Это то, что люди не могли делать, и сейчас это можно делать. Вот. Ну, я пойду дальше. Вот этот планк видит скопление галактик в Коме. Вот вы видите, вот это вот маленькое скопление движется в сторону гигантского скопления. И вот здесь стоит ударная волна. И сейчас люди этим методом фиксируют ударную волну. Мах, мах маленький, только тройка мах. Вот фиксируют эти вещи. И я вам говорил, вот Атакама космологический телескоп, а вот Саус-Поль телескоп, на котором люди проводят пазы. Ну, всего одну ночь, вы знаете, и вот много-много лет наблюдают. Что удивительно, сейчас это Саус-Поль телескоп в фокальной плоскости стоит 16 400 криогенных балометров. Это Argonne National Lab штампует по заданию Департамента энергии Соединенных Штатов, это X-RedMash, штампует балометры, криогенные, транспортная авиация доставляет. И вот люди поставили сейчас, и они 16 400 балометрами сканируют небо, наблюдают их, и вот это результаты. Вы видите, это вот S5, SZ, у меня Ивзельдович, 2500 градусов на небе они посмотрели, и вот результаты черной точки. Скопление до красного смещения двойка, это вот красное смещение. Вы видите, да и вот это вот скопление, которое они видят по микроволновым результатам, красные точки, это планк, синий, это все, что сделал спутник Росад в рентгене. И вот вы видите, как они начали побеждать. Сейчас мы надеемся, что мы успеем, мы сделаем новое, а они поставят, S4 будет у них, где они надеются выйти на миллион источников. Вот наша Ярозита, что она сможет делать. Сейчас, секунду. Вот это вот предел нашей Ярозиты. Вот все скопления, которые выше, мы все увидим. Которые ниже, мы увидеть не сможем. Это вот в зависимости от красного смещения вблизи. Баломассивные, здесь только массивные. А это вот, что они обещают 25-му году увидеть земли. То есть идет настоящее соревнование. Но оно идет, а дальше наш эффект пропорционален первой степени плотности, Ярозита пропорционально второй степени плотности. Мы можем по этому делу определять расстояние по разности. Есть колоссальная синергия здесь. И очень много людей рассчитывают, что это будет сделано. Но когда, вот опять, посмотрите на меня, значит, я был аспирант, когда эта идея была предложена. В течение 30 лет никто не мог заметить ни одно скопление. Тысячи людей работали над балометрами, над тем, что в таких уникальных местах, где, я вам могу сказать так, это 5000 метров пустыни Атакама. Я был в Козелкумах, был в Каракумах. Родился в Средней Азии. Могу вам сказать, Козелкумы и Каракумы это сады по сравнению с пустыней Атакама. Просто сад. И вот Сан-Педро да, Атакама, место, где находится там штаб-квартира этих всех заведений на высоте 3700 или 3500. Вот приезжаешь туда, ведут в церковь, когда я пришел первый раз. Церковь и крыша, просто ветки набросанные и между ветками дырки. И я говорю, а когда дождь, что вы делаете в этой церкви? Все размоет, у вас картины. Люди говорят, с тех пор, как сюда пришли после инков испанцы и поставили. Ни одного дождя не было. После этого, понимаете, там за 300 или 400 лет. Ты понимаешь, что это настоящее место для суммиллиметровой астрономии. Тут же они еще поднимаются выше и сейчас будет поставлен секат на высоте уже 5600. Каждые 600 метров даются страшным трудом. Затащить, нужно дорогу построить и так далее. Они ставят сейчас Кардельский университет, Германия присоединяется. Америка вся, видимо, в Калтех очень многие присоединятся и там будут чудесные вещи. Как мы делим мир? Вот он поделен. Значит, здесь северный полюс галактики, южный полюс галактики, черная дыра 4 миллиона солнечных масс в центре нашей галактики. Вот эта вот линия 1 градус шириной, она общая. Никто не хотел отдавать центр галактики, как вы понимаете. Будем работать вместе. Это значит немецкая сторона, это российская. Я опять вам повторяю, мы будем абсолютно в равных условиях с Германией. Но они работают, у них есть нормальная, как их нормально, им нормально платят зарплату, давайте я скажу так. И вот надо, чтобы все будут видеть через год или через два результаты. Можем ли мы соревноваться, или мы только говорим, что мы впереди науки всей. Да, я еще скажу одну вещь. Когда мы делили и договаривались как, я вспомнил, как делили мир, испанский, сейчас кончаю, и португальский король. Они делили ведь мир всерьез, потому что, значит, где что было. И тогда португальский король сказал, что ладно, нас не так волнуют Филиппины, мы вам отдадим немножко больше стороны Филиппин. Но, пожалуйста, подвиньте место в Атлантическом океане, чтобы все выглядело хорошо. Испанский король обрадовался, потому что он знал, что полно островов между Филиппинами и Китаем, за которые сейчас все дерутся, там нефть есть. А португальский король уже знал, что есть Бразилия. И теперь это причина, по которой, значит, самая крупная страна Латинской Америки единственная говорит по-португальски. Потому что люди поделили мир как надо. Вот посмотрим, что у нас получится. Ну, я хочу сказать, что спасибо вам всем за приглашение интереса. Извините, что я говорю так долго, но я еще раз хочу сказать, эта наука очень серьезно зависит от наземной поддержки. Что будет? Нам нужны спектроскопические, фотометрические красные смещения, информация о переменности и других свойствах вновь открываемых объектов. И вот здесь у Казани есть громадный опыт, большой авторитет. Мы надеемся, что они будут, помогут нам. И с этим спутником они помогали, и с интегралом очень много, и с планком очень сильно помогали. И вы знаете, что и ссылки на них есть, все в порядке. Но здесь мы бы очень хотели, чтобы казанцы вошли и в настоящую рентгеновскую астрономию тоже. А дальше, пожалуйста, если мы открываем, есть гравитационные линзы, ну, давайте, работайте, может, вы что-то сделаете интересное. Большое спасибо. Извините, так долго. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok